Здравия вам всем желаю! Я, Семен Кличевский, и программа «Обзор позавчерашней прессы» продолжаем знакомить вас с газетными публикациями далекого прошлого. Московский листок, 1904 год, пишет «Особая комиссия при Академии наук ополчилась на половину букв русского алфавита и решила облегчить грамматику от излишнего орфографического багажа. Узнав о таком мудром решении комиссии, прежде всего обрадовались ученики народных училищ, затем гимназисты младших классов, а вслед за ними и вся необъятная, великая, безграмотная Русь. Будем безграмотны, решила эта милая комиссия и неукоснительно стремится к полнейшей нивелировке грамотных и безграмотных. До сих пор грамотные отличались от безграмотных только тем, что были знакомы с орфографией. Писали не так, как слышится слово в произношении, а так, как этого требует грамматика. Комиссия этого не хочет. По ее мнению, счастье России заключается в том, чтобы все были безграмотны». Боюсь, что комиссия добилась своего. Сегодня русский язык нуждается в серьезной защите. Московский листок за 1906 год. Найди, наконец, труп гапона в озерках. На Варваринской улице полиция взломала замок дачи. На железной вешалке висел труп удавившегося или удавленного гапона. Тело до половины прикрыто ильковой шубой. На полу лежали шапкой калоши. В кармане найдены железнодорожные билеты из Петербурга в озерки и обратно. На столе газета «Двадцатый век» и кусок ситного хлеба. Кухонные плиты Сущевского завода. 50% экономии в топливе. На страницах литературной газеты в 1967 году в статье «Что ждет человечество в конце века» рассуждает американский биохимик и писатель-фантаст Айзек Азимов, который констатирует, что в 1990 году человечество, если не случится атомная война, увеличится вдвое. Обострится проблема загрязнения воздуха. Недопустимым станет распространение в атмосфере отработанных газов и вредного дыма. Среднего человека затронет запрещение курить на улицах. Больше всего пострадают простые смертные от сокращения жизненного пространства. И тогда дома начнут расти, зарываясь в землю. Появятся подземные города. Увеличение плотности населения приведет к тому, что места, прежде наводившие уныние своей пустынностью, обретут притягательность. Растущее использование атомной энергии сделает обитаемыми берега Арктических морей и даже пустынный континент Антарктики. Многочисленные усовершенствования средств связи и сообщения упростят жизнь миллионов горожан. Железные дороги выйдут из употребления. Самое широкое применение получат вертолеты. Потребуется серьезный пересмотр правил уличного движения. Беззаботность водителей станет чуть ли не главной причиной раздоров в 1990 году. Проблема питания окажется в прямой зависимости от прироста населения. Некоторые блюда почти исчезнут с нашего стола. Мы станем употреблять меньше мяса и, соответственно, больше рыбы и зерновых. В дело пойдут пищевые продукты весьма сомнительного вкуса. Благодаря автоматике кухня будет напоминать пульт управления реактивного бомбардировщика. В 1990 году почти во всех странах правительства примут меры, регулирующие рождаемость. Но они будут введены слишком поздно, чтобы предотвратить прирост населения. Да, что ни говори, а во многом прогнозы писателя подтвердились. Вот только у нас в стране рожать перестали. Ну что ж, будем принимать меры. А вам здравия всем желаю.